Сегодня я обучу вас очень классному элементу с кардис 3, который называется пружинка. Мы берем колоду и вот так вот начинаем слистывать карты. Безумно круто, безумно эффектно. Конечно же, если вы ставите такой элемент в ваши карточные выступления, то это добавит очень много эффектности, а это вам плюс. Итак, как же такой элемент научиться? На самом деле он не простой. Вы должны обязательно пожертвовать одну колоду, поскольку я пока научился, байсикл стандарт, изогнул до неузнаваемости. Да, карты будут вдохнуться, но есть не одна техника, которая поможет вам максимально уменьшить изгиб карт. Я далее вас обучу. Но как же сделать такую пружинку? Мы берем колоду в правую руку вот такой хват. У нас участвуют верхний правый угол и нижний левый. В нижний левый мы упираем большой палец, в верхний правый мы упираем указательный средний безымянный. Вот так вот мы держим. И далее мы нажимаем на колоду, надавливаем. Получается мы эти два угла друг к другу хотим вроде бы вот так вот их замкнуть. Но дальше мы делаем следующее. Расслабляем большой палец и мы должны вот так вот научиться слистывать карты. То есть мы должны контролировать сколько мы слистываем. Но для начала хватит только их вот так вот отпускать. Потихонечку, по одной, по несколько карт мы должны вот так вот спустить вниз. Хорошо. Если вы уже чувствуете карты, если вы уже чувствуете, что они спадают адекватно, не большими пачками, не вылетают куда попало, то далее вы уже можете стараться делать это все постепенно и не спеша. Хотя бы вот так вот. Это уже будет хорошо. Научились так и далее вы уже просто с опытом, со временем начнете контролировать каждую карту в колоде, когда она падает. Это нужно обязательно сделать. Потому что может быть с вот такими вот задержками пружинка. А это, конечно же, не очень эффектно. Эффектно, когда ты начал и заканчиваешь в самом конце. Вот это вот самый класс. Но понятное дело, это все приходит со временем. Вы берете, тренируете обязательно вот эту вот равномерность скидывания карт. И потом, когда вы уже видите, что у вас получается на небольшом расстоянии скидывать в руку, и у вас карты не разлетаются куда попало, тогда вы уже запросто сможете переходить на уровень выше. Вы можете расставлять руки все дальше и дальше и дальше. Все дальше и дальше и дальше. И до тех пор, пока вообще, как только вам позволит ваше тело. Хорошо. Ну вот мы научились делать ленту, эту пружинку. Мы вот научились, делали раз, делали два, здесь вы можете задать вопрос, что делать. Вот карты погнулись. И в этом нам поможет слистывание вот такое вот. Либо просто вот такое вот пролистывание по углу карты. То есть, смотрите, мы когда делаем данный элемент, мы сгибаем верхний правый и левый нижний угол. Получается, они у нас изгибаются. Что нам нужно сделать? А мы просто берем и вот этот вот нижний угол вот так вот прорезаем. Пролистываем все карты. Это позволит вашим картам принять хотя бы приблизительно естественный вид. Конечно же, они не будут стопроцентно ровными, как только после открытия новой колоды. Но все же они у вас будут более-менее ровные, чем вот такие вот после одного элемента. Взяли вот так вот сделали и уже более-менее ровная колода. Вот такой вот, ребята, классный эффектный элемент. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok